Так, всем еще разочек добрый вечер. Мы с вами сегодня на таком небольшом семинаре, подсвященном неактивным связям в нашей модели PowerPivot. Ну и как бы наша задача выяснить, это все же ошибка или необходимость, ну или может быть и то и другое. Итак, немного представлюсь. Меня зовут Ольга Кулешова, я являюсь преподавателем в центре специалист по направлению офисных. Ну в большей степени это, конечно, Excel и то, что связано с ним рядом, в том числе наши, ну как бы бизнес-настройки в Excel, да, там PowerPivot, PowerClary и также непосредственно сам по себе Power BI, Power BI Desktop. То есть все эти современные вещи, ну современные они уже далеко не вчера, они с нами, многие из них уже с 2010 года, то есть уже минимум 10 лет прошло, но они существенно нам и облегчают жизнь и, соответственно, позволяют решать те задачи, которые более простыми инструментами либо крайне неудобно решать, либо, возможно, даже и не выходят. Так, в двух словах, где же я и что творю. Значит, обычно с моделью, ну если в рамках наших курсов Excel мы встречаемся первый раз, это на уровне шестом, мы изучаем модель нашу PowerPivot, узнаем, как в нее загружаются данные, в принципе, создаем связи, вычисления, ну и некоторые отчеты. Однако, когда мы осознаем, что расчетов хочется больше, ну или, может быть, не всегда даже хочется, но нужно больше, то в этом случае для того, чтобы мы могли действительно это реализовывать, нам нужно дальше изучать наш DAX. Вообще, модель PowerPivot, она нас преследует в двух местах, это непосредственно в Excel, настройка наша PowerPivot, и второй момент, когда мы работаем с вами в системе Power BI, там тоже вся наша организация данных, это именно модель PowerPivot, то есть загружаем мы там через Power Query, ну а дальше обработка непосредственно нашей модели PowerPivot и язык, соответственно, DAX. Ну, если сравнение между Excel-овским DAX и Power BI, небольшое отличие встречается, все новинки, которые появляются, они сразу моментально приходят в Power BI, ну а в Excel они как-то неторопливо, а некоторые даже и вовсе как-то забывают добавить, но тем не менее, в основном они достаточно похожи. Так, изучаем мы это все в нашем учебном центре специалисты, если вы с ним уже знакомы, то вы о нас что-то знаете и представляете, что мы здесь делаем, если нет, то мы уже 29 лет, то есть уже до 29, 10 ноября было ровно 29 лет, работаем, начинали тоже с самых простейших вариантов, ну и по мере развития всех технологий мы тоже стараемся быть на плаву. Достаточно много у нас и преподавателей, и учебных комплексов, ну и сейчас, когда у нас период различной изоляции, мы работаем в том числе и на удаленке. Поэтому варианты изучения есть различные и всегда есть возможность впоследствии посмотреть записи занятий, да, чтобы освежить и вспомнить те моменты, которые, возможно, были упущены, ну или немножко подзабыто через какое-то время, когда вы не используете. Так, сегодня мы с вами рассмотрим варианты, по какой причине у нас возникают неактивные связи, также мы выясним, как эту неактивную связь, если уж она вышла, сделать активной, ну и также разберем, почему же все-таки в модели могут быть неактивные связи, это будет правильно, ну и вопрос, если есть неактивные связи, что делать-то, как считать. Вот это то, чем мы с вами сегодня займемся. Ну, я опять же прихватила, сократила все свои базы до примитивного и прихватила небольшой кусочек своей базы, ну, наверное, с гибридного, больше, наверное, даже восьмого уровня, но не столь важно. Значит, что у меня есть в этой модели? Пока просто три таблички, и четвертая, которые были загружены, и четвертая, которая была создана в рамках самой модели, это табличка календарь. Такую возможность вы получили с вами, когда появилась 16-я версия, ну, соответственно, 19-я, 365-я, это тоже поддерживает. Это, в принципе, большой плюс, потому что сокращает время в нашем создании этих структур, ну и плюс, если в дальнейшем посмотреть на разные функции, позволяет нам заниматься аналитикой во времени. Потому что так просто, когда у нас были только свои таблички, это не было возможно. Так, когда мы можем создать связь? Ну, минимально у нас должно быть, конечно, две таблички, нет двух таблиц, разговора тоже нет в одной таблице, что уж тут связывать. Дальше. В двух табличках обязательно у нас должны быть данные одного характера. То есть мы, например, не можем с вами связать упрощенно фамилию сотрудника с кодом сотрудника. Это будет неправильно. То есть в двух табличках у нас должны быть абсолютно одинаковые какие-то данные. Как будут называться эти столбцы, это не столь важно. А вот сама информация должна быть обязательно одинакова. Ну и с точки зрения создания связи, она будет, возможно, создана только при условии, что у нас с вами в одной из этих двух связанных табличек этот список значений будет уникальным. То есть с точки зрения любых базы данных это называется первичный ключ, то есть столбец, по которому данные в табличке у нас без повторений. То есть по этому столбцу мы четко можем определить каждую запись в одной табличке. И при необходимости, когда мы их свяжем, строя отчеты, делая вычисления, мы уже можем к этому легко обращаться. Ну вот, например, возьму пока сейчас небольшой кусочек в виде сотрудников и обучения. Если, например, я это вижу в первый раз, ну это, конечно, неправда, но чем не менее, то вначале, конечно, стоит оценить, что здесь есть. Ну я перейду в представление данных. Как обычно, я все спрятал от вас. И вот, например, в сотрудниках я оставил скромную информацию код сотрудника, пол, ну и, например, уже созданный столбец, там фамилия, имя, отчество и код. Ну к вопросу, зачем мне здесь код, не то чтобы он мне очень нужен, но просто если я не сделаю код и буду строить отчет, то в результате несколько сотрудников по FIO получается одинаковыми, и в результате в отчете мы потом не досчитываемся двух или троих. Такое тоже бывает. Вот, поэтому табельный номер или код сотрудника, он в этом случае уникальный, и тогда будет сразу понятно, что они будут на месте все. Поэтому иногда об этом тоже не стоит забывать. Так, вторая моя табличка – это обучение. И здесь, соответственно, у меня есть код сотрудника. То есть здесь код сотрудника, он каждый может повторяться сколько угодно раз. Ну вопрос, сколько раз у нас каждый сотрудник где-то обучался. Ну даже примитивно. Если я сейчас выполню сортировку, то в результате я вижу, что вот первый сотрудник душевно обучался на 11 курсах. Да, вот я вижу код курсов 11. То есть, естественно, здесь он у меня встречается многократно. Ну или если даже он не использовал свою такую возможность, мог встречаться многократно. А вот там, где у меня табличка сотрудники, это непосредственно уже, как говорят, справочник. Там, где каждая информация встречается у нас уже один раз. Ну вот здесь, если я упорядочу, будет видно, что у нас идут значения там от 1 до 50, потому что здесь 50 сотрудников, и, естественно, они не совпадают. Ну часто это тот же табли номер или в каких-то базах данных, если нет определенных значений, допускает код по порядку в виде счетчика, который никогда в жизни вам не сделает двух одинаковых значений, даже если какие-то были удалены. Это правильно. Ну и, соответственно, как мы их связываем. В современных всех версиях очень удобно. У нас с вами представление диаграммы, да, и мы поле из одной таблички перетаскиваем в другую. Ну, в некоторых случаях это принципиально. Здесь, когда у нас в одной табличке с вами уникальный список, а в другой с повторениями, вообще не имеет значения, куда я потащу, от сотрудников к обучению или от обучения к сотрудникам. Ну, например, от кода сотрудника и сотрудников потащу к обучению. В результате будет создана, соответственно, связь. Эта связь на языке называется один ко многим, да, или one to many. Сразу видно, он пишет нам сейчас единичку, звездочку. В более ранних версиях он этого не делал, но мы как бы понимали, что здесь могло быть. Так, все хорошо, да, линия сплошная. Как вариант, я могу дважды по ней щелкнуть. И вот в последних версиях у нас очень удобно. Здесь сразу видно, что вы связали. Да, окей. Теперь, например, решила я, посмотрела вот на табличку обучения, курсы, и решила их связать. И тут, что называется, на глаз мне попались одинаковые названия, например, код курса и код курса, но я решила оно. Или, например, сделаю так, рука дрогнула. Я попала в краткое название. Причем вот со стороны многих баз данных он бы мне выдал ошибку, что, возможно, у вас там не та информация. То есть здесь в PowerPivot, даже если мы с вами свяжем число с текстом, он даже не намекнет. Об этом вы узнаете только уже, когда будете рассчитывать что-то или создавать отчеты. А теперь, например, я что-то там посмотрела, могла даже не заметить вдруг связь. Ну, кто его знает там, куда я смотрела. И решила, надо код курса связать с кодом курса. Вот я беру этот код курса и связываю с кодом курса. В результате у меня одна связь сплошной линии показана, а вторая, именно вторая, которая была создана, показана пунктиром. При этом тут я думаю, откуда пунктир? Если я щелкаю дважды, то он мне прекрасно показывает, что я код курса связала с кодом курса. Ну, и тут могут быть возмущения, вроде бы все в порядке. А если я щелкну в предыдущую связь дважды так, чтобы посмотреть, то вот здесь как раз у меня код курса связывается с кратким названием. И вы видите, он даже ни разу не намекнул мне на то, что же ты творишь. Он просто говорит, да ладно, нормальная связь пусть будет. То есть об этом я говорю, реально узнаем, уже в процессе дальше работы. Поэтому если вдруг что-то не получается, надо всегда идти анализировать вашу связь. Только первая связь, когда вы ее создаете, от одной таблицы к другой, связывая две таблички, она у вас будет активной, даже если она по факту неправильна. А все последующие, сколько бы я тут куда ни доскала, они всегда будут уже неактивные. Соответственно, как мне эту неактивную связь превратить в активную? Если я зайду в окно этой связи, в параметры ее дважды щелкну, и попробую поставить внизу галочку «Активный» и нажму «Ок», то в результате сейчас, вы видите, выглядит как-то очень странно. У меня и одна активная, и другая активная. Но при этом, смотрите, когда я зашла, тут уже у второй связи не стоит вариант, что она активная. То есть вот так вот, когда я глядя, потом еще и непонятно, что происходит. Поэтому лучше, конечно, чтобы не запутаться, что сделать? Вот я верну почти как было. Лучше ту связь, которую вы создали ошибочно, удалить, потому что она все равно не нужна. И потом зайти и поменять параметры. Уже этой связи сделать ее активной. Бывает так, естественно, что если вы даже удалили активную связь, сам по себе, вы видели, он эту неактивную связь в активную не переделает. Поэтому все исключительно в ваших действиях. И вот тогда уже, когда я дальше буду обрабатывать, я действительно вижу, что все правильно у нас связано. Код курса одной таблички, код курса другой. Ну, то есть, поэтому, когда, если у вас данные в табличке должны соединяться по одному полю, и вдруг вы видите, у вас появился пунктир, это, как правило, будет говорить о том, что что-то вы сделали не то. То есть требует вашего вмешательства. Подведите сюда, посмотрите, что связали. Нормальный чисто человеческий фактор при перетаскивании куда-нибудь промахнулся. Поэтому сразу можно проверить. Или когда получаем в отчетах что-то странное, подвели к связи, или прям два же щелкнули и посмотрели, оно не одно. Посмотрели, если есть еще какие-то связи, какая из них правильная, неправильную удалили, зашли в правильную, поставили, что активное. Так, ну, в данном случае, на самом деле, если посмотреть на таблички сотрудники, курсы, да, и ту таблицу, которая между ними, то с точки зрения связи, это на самом деле связь многих коммоний. То есть у нас есть отдельная табличка справочник сотрудники, есть отдельно справочник курса, и вот табличка обучения в этом случае будет называться табличка фактов. То есть мы здесь видим код сотрудника, да, то есть сразу понимаем, кто обучается, видим код курса, то есть и дальше мы видим какие-то еще дополнительные сведения касаемые конкретной комбинации, кто и где был, да. Так, ну а теперь, теперь у меня есть еще, ну, то есть если я буду, начну строить отчет какой-нибудь там по каждому курсу, рассказать, сколько было сотрудников, это как бы не проблема, да. То есть если даже вот я возьму просто сейчас водную табличку построю, то в результате, так как у меня активная связь, да, то я могу спокойненько вытащить, например, курсы, вытащить, допустим, название курса, то дальше я, соответственно, что сделаю? Я могу даже, если не хочу пока ничего считать, взять, например, табличку обучения, и, например, не знаю, там тот же самый код курса или код сотрудника, который точно встречается, добавить. И вот я вижу, что суммарно курсов по факту у нас, как позиции, да, сколько обучались мы по факту, это 1654, и уже дальше конкретно вижу, сколько людей на каком курсе, например, обучалось. Ну, все данные, естественно, вымышленные. Так, ну или прям посчитать по честному меру. То есть связь активная, по ней мы с вами, соответственно, и получаем результаты. Теперь возвращаясь обратно в свою модель, и вот подоспела тут теперь моя табличка «Календарь». Что будет с моим календарем? Я немножко размещу их по-другому, чтобы нагляднее было. Значит, в табличке «Календарь». Как обычно, у нас содержатся даты, и по логике вещей, это с 1 января самого минимального года по 31 декабря самого максимального года, при условии, что у вас где-то в табличке есть хоть один столбец с датами. Если такого столбца нет, то табличку «Календарь» вы создать не сможете. И вот, например, решила я создать связь между календарем и обучением. У меня в обучении есть дата начала, дата окончания, дата зачетка. Например, мне было интересно, допустим, сейчас узнать, сколько, ну там, в каком-то периоде, сколько сотрудников у нас обучалось. Тогда я поле «Дейт» – это наша дата – связываю с датой начала. Ну и, к примеру, хочу построить отчет. Начинаю строить отчет, обычную сводную табличку, опять же, чтобы сразу было видно. И уже из таблички «Календарь» выбираю, например, год. Ну и, например, также возьму месяц. Сейчас, пока я ничего не выбирала, он, естественно, мне сформировал таблички на те периоды, которые есть. Вы видите, у меня там три года, поэтому он показывает за три года все месяца. Ну, потому что нет никаких еще критериев, поэтому он по максимуму все это мне изображает. Теперь я хочу посчитать. Ну, прям буду считать. Буду это делать в табличке «Обучение». Перейду в табличку «Обучение» и создам меру. Если я хочу посчитать количество сотрудников, которые у меня начинали обучение, то сейчас что я могу сделать? Я могу создать меру. Я так ее назову – количество сотрудников. Ну и для простоты, ну ладно, напишу «Начавших обучение». Двоеточие равно. То есть по логике вещей я могу здесь воспользоваться там функцией «Count», «CountA». Ну, возьму функцию «CountRose». Вроде бы как в этом случае более правильно. И укажу название таблички. Соответственно, это будет наша табличка «Обучение». Тогда мы, естественно, должны в ответ получить сейчас количество наших записей в этой табличке. Длинное название не уместилось даже при расширении. Так вот, 287. Мы действительно видим у нас 287 записей в этой табличке. Так. Дальше. Дальше я возвращаюсь обратно на листы целя. И, соответственно, эту меру, я ее создавала в табличке «Обучение», сейчас выбираю количество сотрудников, начавших обучение. Ну и вы видите, так как в 2017 году никто там ничего у меня не начинал, хоть в календарике там и осталась эта дата, то в результате вот он мне показывает. Далеко не каждый месяц. Ну, где есть данные, там и есть. При этом, если, например, я сейчас вернусь обратно в окно модели и создам еще одну меру, и, например, пропишу ее так. Ну, типа, у меня еще столбец «Окончивших». Вместо «Начавших» я задам, что это теперь «Окончивших». «Завершивших». Ну, не важно. «Окончивших». «Обучение». По логике вещей это должна быть та же функция «Count Rose». Правильно? Мы же в этой же табличке считаем. Но смотрите, что будет. Получится так, что реально она считает одно и то же, и когда я добавлю эту меру во второй раз, то она будет, естественно, одна и та же, потому что она обрабатывает одни и те же строчки. А почему она обрабатывает одни и те же строчки? Да потому что у нас с вами в модели между этими табличками «Обучение» и «Календарь» связь по дате начала. Поэтому какой бы, как бы я бы сейчас что ни назвала, он все равно мне будет просто передавать количество строк по факту, сколько есть в этой табличке. То есть по факту у нас даже нет привязки к тому, какие там даты внесены в этом столбце. Даже если я поставлю расчет функцию «Count», «Count A», ответ все равно будет общее количество, то есть не совсем верно. Соответственно, если я захочу посчитать по дате окончания, то здесь вроде бы возникает какая необходимость? Табличку «Календарь». Я же не буду вторую делать. Нужно, по идее, связать еще раз, но теперь уже с датой окончания. Логично? Так, но мы вроде бы обычно говорим о том, что между таблицей у нас должна быть одна связь. Это так называемая производственная необходимость. По факту справочник «Календарь» он один предмет, но мы его можем физически использовать как в связи с другими таблицами. Но это вроде логично, связали две таблички, там неважно, «Календарь», там «Обучение», «Календарь мероприятия», «Календарь командировки». И вроде бы все как бы четко. А вот когда мы одно поле тащим в другую табличку, во второй раз, в третий, то тут уже, естественно, какая-то возникает необходимость. Так вот, берем с вами и связываем календарь по этому полю «Date» еще с датой окончания. Только одна связь у нас может быть активной, поэтому сейчас она показана пунктирной, как неактивной. То, что я даже добавила связь, это никак не повлияет на результат по моей формуле, потому что нигде никак не учитывается, что это именно делается для вот этой связи. То есть нет привязки между периодами в календаре и той датой, которая введена в столбце даты окончания. Здесь многие предлагают, как поступить. Взять и заменить одну неактивную связь на активную, но в этом случае вам придется это делать постоянно. А если вы в одном отчете хотите видеть и одну, и другую, и третью, то получается уже тупик. Поэтому решение здесь есть. У нас есть с вами функции, которые позволяют именно на момент расчета, когда мы с вами считаем неактивную связь, сделать активной. То есть в схеме данных она так и останется вся пунктирная, но когда мы будем с вами использовать ее в расчете, то через функцию мы ее принудительно делаем активной. Эта функция в Excel у нас называется Use Relationship. То есть она связывает, ну как бы активирует две таблицы, их связь между ними, да, ну при условии, что связь физически уже в схеме данных у нас была создана. Ну то есть в целом в модели. То есть если у вас есть неактивная связь, и вам на момент расчета нужно сделать ее активной, чтобы считать, то нам нужно задействовать функцию Use Relationship. Так вот, в этой функции вы видите два столбца. Column Name 1 и Column Name 2. Соответственно, она из одной таблички, что вы связывали, да, и из другой. Если связи по факту не будет, то в результате, конечно же, эта функция выдаст нам с вами ошибку. Но просто так-то мы ее прописать не можем. И вот тут возникает вопрос, куда бы ее пристроить? Если мы видим с вами неактивную связь, вместе с активной между двумя табличками, то мы знаем неактивные у нас пунктирные, активные сплошной линии. Ну или в крайнем случае, если вдруг как-то заглючило отображение, можно всегда зайти и посмотреть в параметрах, стоит там эта галочка активная или не стоит. Так вот, чтобы вычислить то, что мы хотим, нам нужно воспользоваться еще функцией. И это будет функция, когда будем считать, например, с вами, ну, миру, это будет функция Calculate. Вообще функция Calculate, она очень мощная, с чем ее только можно не использовать. Когда говорят про функцию Calculate в серии, скажите кратко про функцию Calculate. Я всегда кратко говорю так. Хочу вычислить и многоточие. Потому что вот дальше можно вычислять все, что угодно. С разными условиями, там, подстановками и так далее. Вот давайте я теперь правильно пересчитаю дату, соответственно, окончания. Ну и потом также по аналогии дата зачета. Значит, я иду редактировать свою меру. Возвращаюсь обратно в табличку обучения, где я считала. И что мне теперь нужно сделать? Мне нужно добавить функцию Calculate. То есть первый аргумент, это у меня будет непосредственно функция Calculate. Значит, функция Calculate. И вы видите, у функции Calculate первое – это выражение. То есть другими словами, что я хочу считать. А что я хотела считать? Количество, да, строк. То есть, в принципе, здесь также останется. Это count rows обучение. Так, дальше я ввожу точку с запятой. Ну и у Calculate идут в дальнейшем различные фильтры, то есть какие-то условия. Ну и, соответственно, здесь я добавляю эту функцию useRelationship. И у функции useRelationship у нас два аргумента. То есть columnName1, да, и columnName2. То есть в любой порядке вы указываете те два столбца, между которыми у вас вот эта неактивная связь между вот этими двумя табличками. Ну, в одном случае это была табличка календарь, столбец date. А в другом случае, даже перенесу еще на третью строчку, это была, соответственно, мой столбец дата окончания. Значит, ставлю апостров и из этой таблички обучения выбираю дата окончания. Соответственно, скобочку закрываем. Это будет скобочка от useRelationship. И если я еще одну закрою, это как раз уже будет скобочка от функции Calculate. Масштабирование происходит предельно просто в строке Formal. Это нажимаете Ctrl и крутите роликом мыши. И тогда вы можете сделать крупнее, мельче, ну, как вам понравится, как вам будет удобнее. Так, и, соответственно, завершаем. На самом деле, результат я сейчас увижу такой же. У нас все дошли до финиша. 287. Теперь давайте посмотрим на наш результат. Я перейду обратно в окно Excel, где я уже строила отчетик. Посмотрите. В январе начали, но не закончили. Ну, например, в последний день. И получается, в январе 11, например, в феврале 11, получилось, что все вместе они завершали 22 человек в феврале. То есть он уже видит четко эти даты и просчитал меня именно на эту неактивную связь. Потому что внутри функции Calculate наша функция UseRelationship нам с вами правильно уже для формулы неактивную связь делают активной и позволяет тем самым вычислить. То есть первое выражение – это то, что вы хотите считать. Не важно, там, деньги, объемы, количество. В общем, что надо, то вы и считаете. А второе – это вот в этом случае будет функция UseRelationship. Ну, или могут быть еще какие-то варианты, но одна из них – это будет активация вашей связи из неактивной в активную. Соответственно, если я вернусь обратно в модель, то если я захочу еще посчитать, сколько у меня, когда получили зачет, то мне по аналогии нужно будет что сделать? Добавить я еще одну меру. Ну, например, количество сотрудников, да, и просто кратко напишу зачет. Когда они у меня получили этот, например, самый зачет. Соответственно, здесь также будет функция Calculate, да, также будет функция, меру, по сути дела, это CountRose обучение. И дальше у нас будет связываться из таблички календарь, столбец, дата. Но теперь только он будет связываться не с датой окончания, да, а с датой зачета. Дата зачета. Теперь, когда я нажму Enter, я увижу ошибку. Почему? Ну, то, что она будет, я, конечно, об этом заранее понимала. Во-первых, когда вы увидите ошибку, она всегда у вас где-то показана на листе и в ярлыке листа. Значит, привлекает ваше внимание для того, чтобы вы обратили на этот лист и нашли эту ошибку. Ну, а на самом деле, если я вижу, что все поля есть, может быть, вдруг я какие-то случайные уже удалила, это будет говорить о чем? Во-первых, есть подсказка, я могу в нее щелкнуть. Правда, не всегда бывает то, что он вам предложит. Он говорит, видите, там функция Use Relationship может использовать только две ссылки, ну и так далее. Участвующие в связи, да. И вот тут, я думаю, связи, что-то не помню. Значит, иду в представление диаграммы и смотрю, ага, связь между календарем и датой окончания есть, связь между календарем и датой начала есть, а связь между календарем, соответственно, и датой зачета уже нет. Поэтому как только я создам эту связь, она, естественно, опять будет неактивной. Каждое последующее только неактивная, только первое изначально активное. И вот теперь, когда я вернусь уже обратно, тут не будет никаких ошибок, ну и все они у меня сдали зачет. Если вдруг у нас кто-то еще не сдал бы, были бы пустые сведения, ну, конечно, мы тогда, тогда бы через функцию count rows мы бы неправильно определили, надо было бы считать через count, например, a по дате зачета. Ну, например, если даты зачета еще нет, значит, он еще не сдал. Ну, или нам данные не поступили. И если я теперь обратно вернусь и потребую, соответственно, это значение тоже в отчет, то в результате, вы видите, есть месяца, когда у нас никто не обучается, но при этом время, когда они, например, подтягивают грешки и сдают зачеты. Ну, какие-то. Поэтому получается, мы же не будем делать три справочника календаря. Один на обучение, начало, другой на окончание, третий, соответственно, там на зачет. А вдруг у нас этих дат будет много. То есть это достаточно такая типовая ситуация, когда у нас принудительно, получается, остаются эти неактивные связи, да, и когда наиболее часто они у нас присутствуют. А вот смотрите. Значит, может быть неактивная связь, да, когда мы с вами, ну, случайно промахнули, создали вторую. Да, здесь нужно уточнить, одну из них, соответственно, удалить и уже дальше работать. Если мы удалили, а вторая связь осталась неактивной, то нужно просто зайти в ее параметры, ну, например, дважды щелкнуть и поставить эту галочку «Активная». И тогда она действительно будет полноценной и будет все у нас, как и всегда, работать. Теперь, почему же все-таки у нас могут быть и для каких это данные наши неактивные связи. Это такая необходимость, когда у нас одно значение из одной таблицы связывается со множеством. Наиболее частый пример – это как раз-таки вот дата, да. Ну, к примеру, не знаю, там, дата подписания договора, там, дата оплаты, там, не знаю, дата поставки, дата разгрузки, дата загрузки, дата, там, передачи в какую-то зону. У нас же куча может быть дат в рамках одной таблицы, да, если у нас там все это по срокам везде отслеживается. Не только дата. Тот же город очень часто может фигурировать, да, в таком же, например, контексте, не важно, там, город исходного, там, не знаю, расположения, город изготовления, город хранения, да. Опять же, я же не буду три справочника делать в городу. Сделается один справочник, свяжется, если у нас это все данные в одной табличке, и, соответственно, будет у нас с вами здесь происходить, да. Поэтому неактивные связи могут у нас с вами присутствовать. Это наша, ну, как бы такая необходимость, и их влияние на расчет предельно простое. По неактивным связям все функции так просто не работают. Поэтому нужно нам еще с вами калькулить, чтобы вторым или последующим аргументом, там еще могут быть фильтры разные наложены, так или иначе, активировать эту связь с помощью функции use-relation-ship. Поэтому могут быть как неправильно созданные, но это скорее не будем это брать. И к вопросу, могут ли быть, могут при условии, что у вас одно поле таблицы связывается, ну, как бы с однотипными полями другой таблицы. Дата с несколькими датами, город с несколькими городами. Может быть, у вас также, например, есть сотрудник, и в другой табличке, например, там, не знаю, сотрудник оформивший заказ, там, сотрудник контролирующий заказ, да, или там, закрывающий заказ. Опять же, вы же не будете пять раз делать табличку про сотрудника. Он будет один, и в результате мы с вами будем на него делать связь. Поэтому вывод предельно простой. Мы с вами действительно можем создавать как активные, так и неактивные связи. И для того, чтобы уметь по ним считать, нам нужно задействовать функцию, которая именно на момент расчета эту неактивную связь делает активной. То есть в схеме у нас ничего не меняется, это меняется только в наших мерах. Поэтому в схеме, если мы будем менять, мы никогда не доиграемся до нужного результата. То в одном отчете нужно посмотреть, то в другом мы так и будем только ходить и активность и неактивность менять. Плюс бывает, что не прям такая вот очевидная структура, как сейчас я вам продемонстрировала от одной таблички к трем. Иногда бывает, вы связывали вроде бы, допустим, от географии там одного к клиенту, другой к фабрикам, фабрики там заведомо с другим, пришли через заказы клиентов. И тогда тоже у нас модель одной связи сделать неактивной. И тогда для расчетов нам нужно будет также задействовать функции, чтобы иметь возможность действительно это посчитать. Здесь сейчас у нас в DAX, в модели, у нас не осталось возможности менять направление. Поэтому то, что хоть стрелочка есть, как вот, например, в Power BI, там можно сделать двухнаправленную фильтрацию, а одна направленная. Здесь у нас сейчас таких опций нет. И при условии, что у нас одна табличка всегда содержит уникальный список, например, в данном случае это календарь, да, стопудово, то в этом случае связь всегда будет идти один ко многим от календаря к обучению. Если бы, например, случилось так, что у нас и в календаре уникальный список, и в обучении по этому столбцу уникальный список, то здесь уже, да, действительно можно посмотреть. И в крайнем случае, зайдя в окно связи, когда вы начнете строить отчет, просто поменять эти таблички друг с другом местами. Иначе в одном случае отчет строится, в другом случае, соответственно, не строится. Ну, просто показывает, как будто везде все одинаковые данные. Поэтому направление сейчас, оно формируется, можно сказать, автоматически. При условии, что у вас одна табличка уникальный справочник, другая может быть многократным повторением. Так. Поэтому все бывает, да. Главное правильно это видеть, главное уметь с этим работать, да, и обрабатывать те данные, которые нам нужны. Ну, вот Александр пишет, то есть если больше одной связи, везде прописываем и не думаем, активны или нет. Ну, нет, Александр, я вам все-таки предлагаю думать и оценить. Активной должна быть та связь, по которой вы наиболее часто все это строите, да. Она активная. Остальные, они у вас по-любому будут, конечно, неактивны, и тогда уже в формуле вы должны будете ее активировать. Потому что, я так понимаю, ваш вопрос еще в сторону, если вдруг на всякий случай пропишу всегда, чтобы было, а там будет неактивный, типа активирует, да. Нет, это, конечно, мы пишем только там, где у нас действительно с вами неактивная связь. Так. Ну, если кто-нибудь изменит, ну, понятное дело, что вариантов, если у нас в жизни может быть много, тут некоторые иногда говорят, а вы не давайте им возможность это делать. Вот. Ну, понятно, что все может происходить. Ну, и еще, на всякий случай, если не здесь, даже по связям, не забывайте заглядывать в конструктор. Здесь у нас есть с вами создание управления связи. Ну, создание тоже управления связи. И вот здесь тогда сразу хорошо видно, чтобы не выглядываться в линии, какие связи между табличками у нас активные, какие неактивные. И плюс вот, чтобы не разглядывать долго, можно по названию столбцу щекнуть и быстренько выполнить сортировку, которая сразу вам упорядочит группой активных и неактивных связей. Ну, и это окошко, оно тоже, для изменений, то есть два же щелкнули и получили. Здесь, конечно, чем старше версия, тем лучше, потому что раньше он так вот картиночкой, прям фрагмент таблички не показывал. Зашли, посмотрели, одинаковые ли данные у вас связываются. Исходя из этого. Понятно, что если даже связь будет активной, но это будут связаны неправильные поля, то когда мы будем строить отчет, у нас с вами результаты правильными, соответственно, не получится. Поэтому неактивные связи имеют место быть. Это может быть вот от одной таблицы несколько связей к другой, к однотипным полям. И может быть та же вариант, когда, ну, как бы, замкнулся словно круг вот этих вот связей. То есть не так, что вот одна, другая, третья такая вот модель. Вот тогда тоже просто для расчетов нужно иметь в виду, что понадобится эта функция use relationship. Вот, а иначе работать не будет. Если я сейчас поменяю, значит, потом мне придется пойти в табличку обучения и с таким же успехом эти меры скорректировать, да. То есть кто активный просто будет считать, кто неактивный, соответственно, нет. Ну, здесь у меня везде прописано count rows обучения. В принципе, можно было отдельно посчитать, там, не знаю, просто количество сотрудников и их потом сюда подставлять. То есть считаю количество сотрудников и, например, активирую связь. Ну, это уже вариации, которые мы с вами можем использовать. Поэтому нет ничего невозможного. Чем дальше копаешь, тем все становится интереснее и интереснее. Ну, что касается самой функции calculate, ну, и также use relationship, хотя, видите, она сама по себе отдельно простая, главное ее в правильное место пристроить. Эти все красоты мы изучаем на курсе уже углубленного DAX. То есть в линейке Excel это, соответственно, уровень 8. То есть мы уже понимаем, что мы умеем там считать разные суммы. И дальше наша задача усложнять, разбираться с разными этими фильтрами, чтобы считало не то, что как-то получилось, а ровно то, что нужно. То есть сам по себе DAX, он весьма увлекательный. И, соответственно, если у вас есть необходимость, а это в разрезе Excel-овской модели, в разрезе Power BI, то вот дальше можно потихонечку двигаться в сторону углубленного DAX. К сожалению, он не такой логичный, как Excel. Все эти контексты, строковые, фильтрующие, с этими нужно подружиться, понимать их хорошо. И дальше, соответственно, будет все проще и проще. Ну, вообще, здесь с точки зрения работы в Power Pivot, в отличие от многих других, рекомендуют, если вы создали меру, использовать ее дальше в следующей мере. Единственное, ну, как бы это будет быстро. Единственное, мы должны понимать, что если мы на меру ссылаемся, то она работать будет до момента, пока ее случайно не удалить. Ну, все остальные. Поэтому с точки зрения быстроты это не замедляет, то есть даже где-то более оптимально. А вот с точки зрения, чтобы она всегда была, вот это уже задача непосредственно пользователя. Вот. Поэтому вот в базах данных не рекомендуют, на расчетные данные ссылаться обычно рекомендуют на исходные, вот в честных, то здесь, на удивление, наоборот. То есть это и рекомендация со стороны самого разработчика. Так. Ну, здесь я тогда на этом свою, что называется, выступательную речь завершу. Всем присоединившись к нам, спасибо за внимание. В целом, всего вам доброго. Не болейте. И, возможно, до будущих встреч. Продолжение следует...